либо из еды. То есть то, что можно было бы употребить с хлебом, вместе с хлебом. Не как сейчас у нас богатый стол и у нас многообразие. Есть вот различные горячие, холодные и так далее, да? Но что ему сказала его семья, о посланник Аллаху? У нас нет ничего, кроме приправы, как уксус. То, что можно было бы употребить с хлебом. То пророк, алейхиссалату ассалам, он что сказал? Какая это благородная еда? Он сказал, что самая лучшая приправа это уксус. И поэтому употреблением уксуса является сунный пророк, алейхиссалату ассалам. То есть смотрите, пророк, он не сказал, я это не ем. Он не сказал, я это не люблю. Он не сказал, я от этого устал. То, чему это учит нас? Довольство. То есть каким образом пророк Мухаммад, алейхиссалату ассалам, довольствовался тем, что он имеет? Поэтому пророк, алейхиссалату ассалам, сказал... Пророк, алейхиссалату ассалам, сказал, что если я нашел что-либо покушать, то я благодарил Аллаха. А если я испытывал голод, то я покорялся Аллаху. То смотрите, дорогие мусульмане, если бы превосходство в этой дуне заключалось с одного над другим, в мирских богатствах и наслаждениях, то пророк, алейхиссалату ассалам, он был бы самым богатым человеком, мусульманином своего времени. И есть хадив, пророк, алейхиссалату ассалам, который передается у имама Тирмиви, что пророку Мухаммаду был предоставлен выбор. Какой выбор? То есть если он захотел бы, хотел бы, Аллах ему даровал бы долины золота. Но пророк, алейхиссалату ассалам, выбрал тяжелый образ жизни. Не было у пророка, алейхиссалату ассалам, вот этого постоянства. Да, иногда было риск, было даже много. Но пророк, который пример для нас, и мы об этом сказали ранее, он это что? Раздавал. Он раздавал это людям. Поэтому, дорогие мусульмане, если превосходство было бы одного над другим в этих мирских богатствах, то пророк, алейхиссалату ассалам, просил бы это у Аллаха. Но превосходство одного над другим заключается в чем? В покорности нашему Создателю. Поэтому Умар ибн аль-Хаттаб, что он сказал? Ведите черствый образ жизни. То есть не пытайтесь сделать так, чтобы все у вас в этой дуне было хорошо. Чтобы только была роскошь и комфорт. Попросим у Аллаха, чтобы он даровал нам быть из числа тех, которые довольствуются тем, что у них есть в любом положении. Это радость или горе, испытание у тебя бедности или богатства. Читая. Субтитры создавал DimaTorzok